Размышляя над событиями последнего периода, мы с вами понимаем, что Церковь – это единственная и непоколебимая сущность, которую Бог созидает совместно с нами, друзья мои. Это и есть тело Христово, Дом Божий, Храм Божий или Невеста Христова. И апостол Петр в одном из своих посланий, в первом послании, кстати, пишет следующее. «Служите друг другу, каждый, тем даром, как добрые домостроители». В 4 главе, кстати, об этом он говорит, указывая о полученных нами от Господа дарах, святой апостол подчеркивает то, что это сверхъестественное строительство Церкви и сверхъестественное строение того, что названо телом Иисуса Христа. И апостол Павел, говоря о Церкви, в которой мы находимся, в Вселенской Церкви, также говорит о домостроительстве. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. В первом послании к Коринфянам, в 4 главе, по-моему, первым стихом он говорит. Господь рассматривает этот процесс как строительство дома. И созидается эта тайна, тайна Бога, как мы говорим, но делает это он через своих служителей. Если это тайна Христова, то только Он один, то есть Иисус Христос, может открыть ее во всей полноте. Когда в свое время Бог показал Моисею строение скини, то Он подчеркнул буквально следующее. Смотри, сделай их по тому образцу, который показан тебе на горе. В исходе, в 25 главе написано, по-моему. Но просто так Дух, или не просто так Дух Божий, трижды напомнил Моисею, что Он должен сделать все так, как Ему было показано на горе Синай. И строительство церкви, друзья мои, это также особый проект созидания тела Христова. Любой из живущих на земле не имеет права что-либо изменять в этом проекте строительства. Написано, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Это апостол Павел в Первой Коринфе нам говорит. Указание апостола Павла в верности очень важно в наше время, дорогие мои. Тогда, когда верность зачастую непопулярна, и в поместной церкви зачастую, и в обществе в целом, в котором мы живем. Участие в строительстве Божьих тайн на земле и в вечности не имеет ничего общего с человеческими способностями или нашими с вами талантами. Это работа Духа Святого, но совместно с нами, дорогие мои. Плот и кровь не имеют части в строительство царств Божьих. И это именно то, о чем утверждает апостол Павел. Основной и, возможно, единственной задачей служителей, участвующих в созидании тела Христова, является даже не участие в социальных или гуманитарных проектах, что в свою меру является важным, но именно служение друг другу в церкви. Так написано. И проповедь Евангелия до края земли – это то, чем занимается служение «Импакт». Это не последняя и, кстати, очень важная часть служения каждого из нас. Но служение друг другу в церкви – это то, что каждый из нас должен делать. И это именно то, о чем говорит вышеуказанный мною текст Писания. Каждый из нас, как член Его тела, тело Иисуса Христа, имеет особое дарование, особое назначение. Для чего? Для осуществления воли Божией через нас. И скажу так, что церковь еще не окончила свое формирование здесь, на земле. Поэтому и дары, и призвания продолжают действовать на земле постоянно. Но только один лишь Бог – художник и строитель этого города. Вслед за этим перед нами стоят заповеди Иисуса Христа. «Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины». Апостол Павел говорит юному Тимофею во втором послании, по-моему, во второй главе. Важно одно, чтобы мы жили достойно и жизнью каждый день и постоянно. И продолжая нашу беседу о духовных дарованиях, отмечу то, что любое служение и дарование, согласно учению апостола, необходимо постоянно развивать. Постоянно развивать. Если мы этого не делаем, дорогие мы, мы теряем навыки в нашем служении. Даже так скажу. Пока Моисей получал от Бога на горе Синай ясность о строительстве Скини, вы помните это место, Дьявол попытался вмешать или помешать, или вмешаться в то, чтобы разрушить планы Божии. Он, то есть дьявол, пожалуй, лучше многих христиан знает, насколько важно. И важен вопрос материальной поддержки строения Скини. В нашем случае строение Церкви Иисуса Христа. В случае с евреями ему удалось нанести некоторый вред. Речь идет о идолопоклонстве. Идолопоклонстве Израиля перед золотым тельцом, сделанным Аароном из золотых вещей израильского народа, которые он вынес из Египта. Это золото не предназначалось для идолов. Это, в свою очередь, полезный урок для многих из нас, дорогие мои. Господи, помоги нам это понятие, я так скажу. Пусть все, чем мы обладаем, будет предназначено для созидания тела Христова, но никоим образом не для любого вида идолопоклонства. Слово Божие говорит нам о том, что дьявол – это наш противник. И то, что он будет связан, Писание говорит, и брошен в озеро Огненное. Это его конец. Дьявол – это безнадежно проигравший противник, ваш и мой враг. Завершая нашу такую короткую беседу, друзья мои, остается признать одно – судьба церкви слишком велика. и велика, и величественна, и славна, чтобы раскрыть ее моим бедным языком. Все, что нам остается делать, мне – это застыть в изумлении, в благодарственной трепете перед Богом. Господь призвал нас с вами к весьма великому уделу, предусмотрел все для завершения строительства Церкви Иисуса Христа. Да блаславит вас Господь!